Зебра – это то место, где любой велосипедист обязан на время стать пешеходом, если нужно пересечь проезжую часть. И самарцы, которых мы первыми встречаем на велосипедах, правила знают. Начинающие велосипедисты получили уроки безопасного вождения от представителей госавтоинспекции и общественной организации «Велосамара», которые объяснили участникам рейда типичные ошибки, допускаемые велосипедистами. Самое частое нарушение, которое, к сожалению, мы видим, это пересечение проезжей части по переходу на велосипеде, они обязаны спешиваться. Кто-то допускает вообще езду на красный свет, что тоже не должно быть. Ну и, конечно же, во время ночи, в любое темное время суток должны быть обязательно фонари. С начала года на территории города Самары зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 27 человек пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это количество увеличилось на 9 фактов. В это время к пешеходному переходу подъезжает мужчина, увидев сотрудника ДПС, сходит на дорогу и катит велосипед рядом. Все по правилам, но его все равно останавливают и устраивают небольшой экзамен. Оказывается, у молодого человека есть свой жизненный опыт, едва не ставший трагедией. Я возвращался с работы, время 11, вижу, машина едет километров 40-50. Я начал переезжать, он разогнался. Я успел затормозить прямо около него. С тех пор перехожу как надо, по правилам. Если я вижу, что водитель не хочет уступать, я остановлюсь, мне жизнь дороже. Мужчину отпускают, выслушав напоследок жалобу, что автомобилисты порой не считают велосипедистов за участников движения. С ним не согласен автолюбитель Алексей. Так как сам являюсь велосипедистом, в принципе, отношусь достаточно положительно. И считаю, что есть много адекватных велосипедистов, которые соблюдают правила дорожного движения. Я всегда пропускаю, даже если он не спешивается, все равно стараюсь остановиться, пропустить. Потому что все понимаю, каждый хочет двигаться, каждый хочет перемещаться по городу. Велосипедист, севший за руль двуколесного транспортного средства, становится водителем и является полноправным участником дорожного движения, который обязан знать и соблюдать правила дорожного движения, сигналы светофора, знаки и разметки. Невыполнение элементарных правил безопасности заканчивается либо падением, либо ДТП. Этой весной и летом особое внимание инспекторы ДПС уделяют в том числе и работникам служб доставки. Они все чаще становятся участниками аварий. Пока же в приоритете дети и подростки. Елена Чернявская, Петр Паломеев. События.